Актуальные вопросы здравоохранения обсудили на круглом столе Общероссийского народного фронта. Из-за нехватки оборудования в Крыму возникают проблемы в системе обязательного медицинского страхования. Благодаря программе модернизации эти трудности должны решиться. Подробнее расскажет Анастасия Соленик. Как выяснилось на заседании ОНФ, проблем в медицинской отрасли республики еще предостаточно. К примеру, детская инфекционная больница в Симферополе. Ремонта там не было уже 40 лет, а об обновлении оборудования раньше при Украине вообще речи не шло. Пациенты обслуживались за счет рук, ума и доброго отношения врачей. Намного чего не хватало. Теперь можно вздохнуть спокойно. В больнице начали делать капитальный ремонт, а благодаря программе модернизации сотрудники стали осваивать новое оборудование. На сегодняшний день мы получили рентгенаппарат, получили УЗИ. Два аппарата УЗИ, один стационарный, один переносной. И ждем получения анализаторов. Из-за отсутствия техники граждане часто сталкиваются с трудностями в системе ОМС. Допустим, человек приходит в бюджетное учреждение, ему нужна компьютерная томография. Но в госбольнице такого оборудования нет. Врачи неофициально советуют идти в частную клинику. Тут-то и возникает проблема. Пациент приходит в коммерческий центр, оплачивает эту услугу, получает договор на оказание платной медицинской услуги, получает определенные справки, материалы, подтверждающие, что он эту услугу получил. Потом обращается в страховую компанию с просьбой возместить стоимость данной медицинской услуги. Почему? Потому что ему дал направление доктор. Получается, с одной стороны прав пациент, а с другой – медорганизация, которая официально больного в частную клинику не направляла. Администрация лечебного учреждения должна заключать соответствующие договора на предоставление медицинских услуг, будь то частные компании медицинские, либо бюджетные медицинские организации. Эти проблемы постепенно решаются. Уже закуплены четыре компьютерных томографа и один иноограф, плюс 160 автомобилей скорой помощи, оснащенной системой ГЛОНАСС. Есть недоработки и в аптечной сфере. К примеру, государственная аптека «Крымформация» пока имеет 110 пунктов продажи лекарств. Но этого мало. Ежемесячно их количество увеличивается. Главная задача – обеспечение лекарствами льготных категорий населения. Важно, чтобы мы предлагали цены по минимальным, скажем так, максимальный ассортимент по минимальным ценам. Для этого мы заключаем прямые договоры с производителем. Для этого мы работаем с максимальным количеством дистрибьюторов и оптовых организаций. Также на круглом столе Общероссийского народного фронта, лидером которого является Владимир Путин, обсудили палеотивную помощь неизлечимо больным. Сейчас организовано 245 палеотивных коек и 360 сестринского ухода. Основная проблема – нехватка кадров. Таких больных, которые страдают тяжелыми длительными заболеваниями, достаточно много. Эти больные требуют особого ухода, терпения, понимания. Я думаю, что таких врачей мы будем готовить на специальных курсах. Основные силы планируют бросить и на информатизацию отрасли. Процесс включает в себя три пункта – введение электронной медкарты больного, электронной регистратуры и специализированных реестров пациентов. Анастасия Соленик, Алексей Романов, Евгений Полончаков. Время новостей.